Итак, жизнь народного духа. Но что такое народ? С вами Алексей Шадрин, ваш бессменный преподаватель истории визуальных искусств. Вы пробовали определить понятие народ? Это ох как непросто, но у нас нет другого выхода. Поэтому предлагаю определение, не претендующее на истину в высшей инстанции, но хоть на что-то. Народ – это сообщество, говорящее на общем языке языках и с общим стереотипом поведения. Или, как сейчас модно говорить, с общей парадигмой поведения. Вот на это и будем опираться в наших рассуждениях в главе, которая называется «Пролог». Зигфрид Кракауэр, писатель-публицист-кинокритик междувоенного времени, еврейского происхождения, говорил «Я исследую жизнь народного духа». Но нам с вами понадобится еще и модель истории народного духа. Причем модель, которая позволит нам понимать внутреннюю мотивацию светских художников. Почему светских? Потому что художников религиозных в еврейском искусстве, ну, можно считать, что не существует по причинам, которые вы сейчас очень быстро поймете. В качестве такой модели для нас с вами выступит жизнь и судьба вот этого человека – Иосиф бен Матафий, он же Иосиф Флавий. Фигура неоднозначная, фигура сложная. В еврейском обществе отношение к нему двойственное. Я это прекрасно понимаю. Но при этом, как к нему не относись? У нас есть все основания полагать, что именно жизнь и судьба Иосифа бен Матафия, Иосифа Флавия, чувствуете, да? Римское уже его имя. Это и есть тот фреймворк, это и есть тот каркас, на который будет нанизываться вся ткань наших рассуждений. А слово сейчас Леону Фейхтвангеру. Цитата из его знаменитой трилогии «Иудейская война, сыновья, и настанет день». Писатель Иосиф бен Матафий служит для иудеев постоянным предметом ссор и раздражения. Этот человек, его жизнь, его книга, его многократные измены и многократные заслуги перед еврейством продолжают оставаться загадкой. Правящая Иерусалимская коллегия в свое время приговорила его к отлучению. Некоторые из римских богословов считают, что теперь, после разрушения храма, эта мера потеряла свой смысл. Но для большинства римских иудеев Иосиф все же отщепенец, и они, встречаясь с ним, соблюдают расстояние в семь шагов, как будто он прокаженный. Принципиально отношение к этому человеку не изменилось, и, как уже было сказано, по сей день остается двойственным. Тем интереснее и тем, на мой взгляд, правильнее. Жизнь еврейского народного духа требует определения того, а каков еврейский дух. Ох, какая это зыбкая почва! Ох, как трудно об этом говорить! Но у меня нет другого выхода. Я должен высказать свою точку зрения на сей счет. И вот здесь я уже обращаюсь к текстам не Фейхтвангера, а самого Йосифа бен Маттафия. И его одноименная книга, фундаментальный труд, труд всей его жизни, которую он, правда, полагал не самым удачным из всех своих работ, это иудейская война. Послушаем небольшой эпизод, который, на мой взгляд, лучше всего иллюстрирует самую суть еврейского стереотипа поведения. В Иудею Тиберий послал в качестве прокуратора Пилата. Последний приказал однажды принести в Иерусалим ночью изображение императора, называемое римлянами Сигна. Когда наступило утро, иудеи пришли в страшное волнение. Находившиеся вблизи этого зрелища пришли в ужас, усматривая в нем нарушение закона, так как иудеям воспрещена постановка изображений в городе. Ожесточение городских жителей привлекло в Иерусалим многочисленные толпы сельских обывателей. Все двинулись в путь по направлению Кесарии к Пилату, чтобы просить его об удалении изображения из Иерусалима и об оставлении неприкосновенной веры их отцов. Получив от него отказ, они бросились на землю и оставались в этом положении пять дней и столько же ночей, не трогаясь с места. На шестой день Пилат сел на судейское кресло в большом ресталище и приказал призвать к себе народ для того, будто чтобы объявить ему свое решение. Предварительно же он отдал приказание солдатам по данному сигналу окружить иудеев с оружием в руках. Увидя себя внезапно замкнутыми тройной линией вооруженных солдат, иудеи остолбенели при виде этого неожиданного зрелища. Но когда Пилат объявил, что он прикажет изрубить их всех, если они не примут императорских изображений, и тут же дал знак солдатам обнажить мечи, тогда иудеи, как будто по уговору упали все на землю, вытянули свои шеи и громко воскликнули. Скорее они дадут убить себя, чем переступят закон. Пораженный этим религиозным подвигом, Пилат отдал приказание немедленно удалить статуи из Иерусалима. Впечатлительность и милосердность Пилата вызывают некоторые сомнения, но история красивая, согласитесь. И ключ? Скорее они позволят изрубить себя, чем приступят закон. Почувствуйте разницу. Не воля начальника, который высоко и которому виднее, ну наверху же не дураки сидят, а закон, уважение к закону. Вот, на мой взгляд, ключ к пониманию еврейского характера. Это самое главное в нашей сегодняшней беседе. Именно это та путеводная нить, которая и проведет нас от первого храма к еврейскому постмодернизму. Иосиф бен Маттафий, священник первой череды, молодой человек, убежденный иудеей. Но что ему предстоит? Ему предстоит великая трансформация, великое превращение в светского римлянина. Произойдет так называемая эллинизация этой персоны, за которую, говоря христианским языком, он будет предан анафеме многими и многими. Но именно эта трансформация, на мой взгляд, и является той моделью, которая дает нам объяснение, во-первых, существования еврейского искусства, а во-вторых, его существа. Дело в том, что многие полагают, будто еврейского искусства просто не существует. Существуют евреи-художники. А вот именно еврейского искусства, как, скажем, французского импрессионизма. Нет и не может быть в принципе. На мой взгляд, это заблуждение. Еврейское искусство существует, потому что существует искусство, созданное еврейскими и нееврейскими художниками, в том числе выражающее, отражающее, как сейчас модно говорить, рефлексирующее жизнь еврейского народного духа. Давайте посмотрим, коротко, разумеется, бегло, как происходила трансформация Йосифа бен Маттафия и, на мой взгляд, как работает эта модель, демонстрирующая нам трансформацию светской части всего еврейского народа, а, соответственно, и художников еврейского происхождения, отражающих жизнь еврейского народного духа. Последуют три цитаты из Леона Фейхтвангера, но, на мой взгляд, они самодостаточны. Иосиф не слишком строго придерживался обрядов. Но не сотвори себе кумира, это более чем закон, это одна из основных истин иудаизма. Слово и кумир исключали друг друга. Иосиф был писателем до мозга костей. Он поклонялся незримому слову. Нет на свете ничего могущественнее слова, безобразное. Оно действует сильнее всякого образа. Только тот может действительно обладать словом Божьим, святым, незримым, кто не осквернил его чувственными представлениями, кто отказывается в самых глубинах души от пустой суетности воплощенного образа. И вот начинается движение. По мнению Фейхтвангера, толчком к трансформации, к духовной трансформации Иосифа бен Матафия, Иосифа Флавия, послужил Юст Тивериадский. Всадники въезжают на холм, где стоит дворец царя Агриппы. Белое и великолепное. Высится перед входом колоссальная статуя императора Тиберия, по имени которого назван город. Четыре аркады перед входом тоже полны статуй. Иосифа это раздражает. Он не сторонник старых обычаев, но сердце его полно невидимым богом Ягвы, и он возмущен до глубины души, видя в стране Ягвы запретные изображения. Создание образов остается исключительным правом бога-творца. Людям он разрешил давать этим образом имена, но стремление творить их самому — гордыня и кощунство. Все эти кумиры вокруг дворца позорят невидимого бога. Та легкая, виноватая тревога, с которой Иосиф ехал к Юсту, исчезла. Теперь он полон высокого волнения. Он чувствует свое превосходство над Юстом. Юст — представитель умеренной трезвой политики. Он, Иосиф, является к нему как солдат Ягвы. Вы в Тевериаде живете, например, в царском дворце, полном изображении людей и животных, а это вызывает постоянное раздражение всей провинции, служит постоянным подстрекательством к войне. Итак, начало положено. Конечно, Иосиф бен Маттафий не откажется от своего иудейского происхождения, от корневой веры, но эллиническая, или, как говорят, эллинистическая точка зрения, эллинистический взгляд на мир посеял семена в душе этого человека, и они в конечном счете проросли. Он вел жизнь вельможи. Мужчины внимали ему, женщины бросались ему на шею. Да, он не ошибся в своем предсказании. Веспасиан действительно оказался мессией. Правда, освобождение через этого мессию совершалось несколько иначе, чем он предполагал. Медленно, трезво, буднично. Оно состояло в том, что этот человек разбил скорлупу иудаизма, так что ее содержание растеклось по всей земле, эллинизм и иудаизм смешались и слились. В жизнь Иосифа и в его представлении о мире все более проникал ясный и скептический дух восточных греков. Иосиф уже не понимал, как мог когда-то испытывать отвращение ко всему нееврейскому. Герои греческих мифов и библейские пророки вовсе не исключали друг друга. Между небом Ягвы и Олимпом Гомера не было противоречия. И Иосиф начал ненавидеть те границы, которые раньше знаменовали для него исключительность, избранность. На самом деле задача заключалась в том, чтобы перелить свое хорошее в других, а чужое хорошее впитать в себя. Он оказался первым, предвосхитившим подобное мировоззрение. Это был человек нового типа, уже не еврей, не грек, не римлянин, просто гражданин вселенной. Итак, каков итог? Итог — это псалом гражданина вселенной, написанный уже не Иосифом бен Маттафием, но Иосифом Флавием. В эти дни Иосиф написал псалом, известный впоследствии как псалом гражданина вселенной. О Ягве, расширь мое зрение и слух, чтобы видеть и слышать дали Твоей вселенной. О Ягве, расширь мое сердце, чтобы постичь вселенной Твоей многосложность. О Ягве, расширь мне гортань, чтобы исповедать величие Твоей вселенной. Внимайте, народы, слушайте, о племена. Не смейте копить, сказал Ягве, духа на вас излитого. Расточайте себя по глазу Господню, ибо я изблюю того, кто скуп, и кто запирает сердце свое и богатство, от него отвращу свой лик. Сорвись с якоря своего, говорит Ягве, не терплю тех, кто в гавани илом зарос. Мерзки мне те, кто гниет среди смрада безделья. Я дал человеку бедра, чтобы нести его над землей, и ноги для бега, чтобы он не стоял, как дерево, на своих корнях. Ибо дерево имеет одну только пищу. Человек же питается всем, что создано мною под небесами. Дерево знает всегда лишь подобие свое, но у человека есть глаза, чтобы вбирать в себя чуждое ему, и у него есть кожа, чтобы осизать и вкушать иное. Славьте Бога и расточайте себя над землями. Славьте Бога и не щадите себя над морями. Раб тот, кто к одной стране привязал себя. Не Сионом зовется царство, которое вам обещал я. Имя его – Вселенная. Так Иосиф из «Гражданина Иудеи» сделался гражданином Вселенной и из священника Иосифа бен Матафиа писателем Иосифом Флавием. Так что ж, господин Шадрин, на что ты намекаешь, что каждый еврейский художник проходит путь от глубокого фундаментального иудаизма к эллинизации, к полной эллинизации, чуть ли не к христианству? Нет. Вовсе не на это. Исключительно метафорически я намекаю на биогенетический закон. Помните, что это такое? Онтогенез – есть краткая форма филогенеза. Закон Геккеля-Мюллера. Любое существо в своем индивидуальном развитии коротко проходит путь развития его биологического вида. Еще раз подчеркну, я намекаю на это метафорически, а точнее говорю об этом прямым текстом. Еврейский художник, который родился в светской еврейской семье, тем не менее несет в своей душе, в своем бессознательном и еврейский закон, и эллинский взгляд на вещи, взгляд на мир. Вот эта тихотомия, вот эта полярность создает определенное внутреннее интеллектуальное и духовное напряжение. И вот это интеллектуальное и духовное напряжение и есть существо еврейского искусства. Вы меня спросите, скажи-ка, мил человек, а будем ли мы с вами говорить сегодня о творчестве Модельяне, о творчестве Хайма Суутина, Моисея Кислинга, или, скажем, если взять сегодняшние времена, таких замечательных еврейских художников, скажем, из России, как София Азархи или Анна Каждан? Он ответ – нет. Нет. Почему? Потому что в их творчестве не обсуждается, не иллюстрируется, не выражается жизнь народного духа. Это просто художники еврейского происхождения, и они не относятся к категории еврейского искусства. Мы будем говорить только о тех, кто движимый вот этим внутренним напряжением говорил именно о жизни духа еврейского народа.